друзья вот прошла регистрация в общем я был немножко переживающий немножечко очень самочувствие сложное потому что я совсем не ел вчера не ел практически реальность два приема пищи было и не пил я в категорию в лес в лес прям тютелька в тютельку грамм вчера можно выдохнуть все нормально регистрация мы приехали практически одним из первых у меня был номер 15 человек я был в очереди 1208 начал было в один 15 человек прошло за час прикольно сады очень очень приятно подарков надарили два пакета мы тогда приедем домой вам покажем что нам вручили там был батончик батончики сейчас съем я кстати думаю он должен быть выглядит красиво бренд называют unique вроде бы вот такая белая шоколадочка вкусно 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 сейчас зайдем хавчика захватим по пути и домой ступеньки лёха какой видит черным глазом даже лёха своим кстати хорошего ромочка ведь он со со мной ездит во-первых ему скучно без меня будет во вторых мы узнали кучу полезного во-первых поставили роман на ростомер рост показала метр семьдесят девять а это значит что он может кушать больше чем мы планировали и там был дяденька который будет и на профессионалах я говорю запомните говорит роман халиулин чемпион польши среди профессионалов вот говорю заранее забегая запомните метр семьдесят девять было говорю мы поехали хавать смотри у меня также для контроля наши весы с собой были роману дали встать на весы местные почему и сравнили погрешность в весах в общем мы в боевой готовности как видите я уже попил немножко bank лимонные леденцы вкусненько ром я открыл дверь съел круассан ем батончик и меня думают макароны макароны ну что ж друзья мы приехали на самом деле уже минут сорок назад мы поели мы сделали первый прием пищи мы снимем вторые все-таки снимем ничего сложного ну наверное вам будет интересно как нагрузимся какой едой дали подарки на регистрации на некоторых турнирах нпс принято прям такие довольно-таки значительные подарки собирать на некоторых турнирах дают примерно нихуя все по-разному поляки молодцы в том смысле но первое не очень нужное наверное там из подписчиков подарю показалось очень много ребят в польше меня знают и придут болеть два плакатика но в целом симпатично кстати а тут ромки-то нет интересно нет в ромке а зря не может и прошлых сезонов а это поляки вот два парня топа вот эти двое поляки остальных я не знаю кто-то есть кто с ромой тоже будет выступать девчонки какие-то мне неизвестно и второй плакат и побольше это турнир али плакат на двадцатого года где он просто оставить их плакаты ну тут тоже девочки и через самый мальчик а вот здесь у нас подгонщики посерьезнее что тут я не знаю мы сейчас берем рюкзачок на лямочках вещь которая всегда может пригодиться я даже часто беру такие рюкзачки с собой кидаю в большую сумку как пойти в магазин документы кинуть потихонечку погнали батончик 33 процента протеины бренд называется ff а видимо фитнес а что дальше выкладываем айспам почему айс непонятно цитрулин бета-аланин аргинин глицирова молодцы это неплохо и бета-аланин глицерол не везде встретишь поэтому интересно а единственный бренд в россии который мастерат глицерина добавляет это один из самых передовых пампящих продуктов вы не поверите в компания генетиклап потому что что делать с остальной брендами генетиклапа вот так правильно поэтому да притренчики ничего мы потом затестим обязательно они же это а из гидро амина видимо с мятным леденящим эффектом это у нас манго апельсин груша апельсин это nuclear nutrition у нас таких брендов нету даже не понимаю что это а тоже притренчик в общем притренчик нагрузили нехило это тоже амино кислотки о сличи вкус редкий вкус ананас ежевика персик апельсин еще притрен еще притрен кстати со вкусом dragon fruit у dragon fruit по сути у света вкуса нету особо он не ярко выраженный да я драгон фруты ел даже непосредственно в индии когда был но такой не яркий а из памп еще один маракуйя ну по-честному скажем щедро они решили сделать подарки для участников приятно рад за участников протеиновый крем интересно можно взять на вооружение российским компаниям 20 процент протеина 40 грамм граммовый пакетик такой углеводов 13 грамм белка 8 грамм жиров 18 грамм ну это прям такой заменитель пищи причем весьма жировой но с голодухи зашибись а еще притрен еще один ягодный айспам это был один стол с подарками чтобы вы понимали что происходит так давайте сюда перейдем дальше кстати там одежда была одежда была ребята хотели купить себе майки футболки рома хотел на своих подписчиков купить вещи разыграть а вещи не продавали представляете вещи вручали только участник тут какие-то как тут бумажка то что ты участник зачем она нужна я не знаю поехали по одежде смотреть что нам подарили бэт айрон надпись нпс олимпия qualifier на самом деле симпатично в целом тут это видео бренд одежды непосредственно называется так от не правда симпатично ткань сразу скажу синтетика хуже чем у нас это очень китай чистый пропечатана не очень сшита хорошо молодцы приятнейший подарок для спортсменов не будем до чтобы понимали такая майка ну стоит ориентировочно 45 евро 35-45 евро на майке которую подарили вот это вот вообще еще более интересный город дороже в прошив прошита лямкой а другая ткань 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 очень интересная по своему по структуре еще одна мачку такая пися полон ром пока нет короче если будет продажа на выставке и пока же одна из организаторов жена организатора говорит по-русски хорошо она меня знает знает мне сразу узнала когда я только зашел в помещение в общем у них останутся вещи я прошу купить опять же во первых если будет нашел я куплю ромке подарю если не будет можете купить то я постараюсь договориться и ромке сделать подарок если будет не купить и не договориться я просто предложу ему одну из мальчик выбрать подарок если вдруг профессионалом ничего не буду давать должен очень любить эти вещи ему нравятся а мне по сути честно скажу нравится нравится потому что бирюзовая но если так подумать я хожу в вещах генетик потому что это мое сердце это мой бренд то что безумно поддерживаете вы ходить в вещах других компаний не совсем уместно хотя иногда хочется памятно памятно приятно у меня есть футболка в моей первой олимпии 15 года у меня есть футболочка одна все же разваливается не очень качество с индии то что очень красивая она реально очень красивая неправильно здорово сделано но оказалось не очень живучая португалия покупать не стал мне это не понравилось там не были слишком дерьмовые футболки прям откровенное говно прям вот говно очень дорого это оскорбительно считаю тут гораздо более приятные вещи так тут по-моему это скидка на шмоточки наверное еще они какие-то ампулы рекламируют не совсем понял что это попозже если гляну вам скажу масочка арнольд фестивал олимпия кулифайр полон и еще одна майка в общем нравится цена участия в одной из категорий отбивается просто подарками тут реально больше чем на 100 долларов пересчете такая вот белый тэнк кстати я думаю что это и будет образцом нашей майки синтетика хорошие лекала думаю отработанные знаете в своем бизнесе я иногда руководствуюсь международно признанной методикой вы слышали про диплом мбей дать международный диплом управление топовые директора всех компаний в мире стремятся получить диплом бей так вот сейчас курс мбей за пять секунд от руслана халецкого напомню я руководитель крупнейшей компании в российской федерации по производству спортивного питания достаточно не дико крупный но крупный и эффективный инвестор круто так именно люди которых есть много денег на бирже об этом много не говорят а все что вы видите в интернете вот каждый каждый резко стал трейдером у нас фитнес-блогер их очень много сейчас не надо по дениса гусеву писать днис гусев мне кажется единственный из фитнес людей которые ну реально не на каршеринге фотографируются у него свой хороший автомобиль свой хороший дом и реального человека все как бы маску я могу визуально воспринимать в порядке поэтому про дениса писать не надо это пример наоборот человек который мне кажется хорошо еще миллион сто пятьсот людей пишут про трейдинг вот эти люди которые фоткаются в чужих машинах в дорогих ресторанах они не едят заходят поссать и сфотографироваться с чужой едой и так далее вот все ваши офигенные бизнес гуру тренера селф коучи миллионеры запускающие супер проекты на трансформацию все остальное короче голожопые долбоебы ноль знаний ноль чести ноль совести обманывающий свою аудиторию учтите а у меня между прочим так уж говорить одно из высших образований международная экономика и трейдинг я проходил этим сам не занимаюсь у меня есть финансовый консультант ведущий консультант крупнейшего брокера потому что ввиду объема денежных средств размещенных в банке вам присваивается так скажем куратор представьте себе фильм волкс фолл-стрит помните главного героя вот примерно такой человек занимается нашим портфелем майка короче белая тоже зашибись в общем вот столько подарков подарки кайфовые сниму лекала если ничего не сможем купить ребят будет так одну майку сам выберет рома сниму лекала и потом какую-то маечку мы разыграем среди вас я устал я буду ходить генетики генетики лучше вот так вот так вот так вот так теперь нужно полежать немножко мы поели потому что не и ровен час второй прием пищи а голова у меня крутится до сих пор представляете прям чуть-чуть там на этом растамире чуть не упал чуть не оступился и прям сейчас плаваю знаете состояние такое прям ватное я чувствую себя настолько плохо хотя я утром снимал форму перед регистрацией и вчера снимал форму ну вчера я форму не снимал нет вчера я репетировал для рома произволку подбирал позы переходы долго на самом деле получилось и прожимался минут восемь заняло потом очень долго лежал сердце клотило дико но это снимал на видео чтобы потом вам показать нравится ли ему произвольная программа но осталось в телефоне я это вчера выложил в инстаграм опять же спасибо за ваши релестные комментарии внутреннее ощущение то что я полное дерьмо по форме и ваша визуальная оценка которая говорит об обратном это очень помогает держаться и мотивирует выйти на самом деле вероятность того что я откажусь вот в соревновании было очень высокой я ехал уже просто я сам что рома рома выиграет я вывожу рому все остальное вторично соревнования если что не последний в жизни утром снимал форму слитую информ уже оценить как-то со вчера очень сильные изменения но было очень плохо потому что я говорю вам протек серьезный я ел вчера всего два раза 6 яиц низко огурцов пол авокадо и все это был завтрак потом я съел два батончика и все это только вот то есть по калориям там ничего я вам скажу сколько даже по калориям это было 460 калорий было с двух батончиков и наверное но к 400 калорий калорий с завтрака вот и вся еда даже сейчас стою уже ноги подгибаются ленца вот я еще специально не брил тело даже на видео на эти видосы можно разместить будет они примерно в одинаковых позах так что я скину их лёхе на телефонов ставят пусть вертикально не принципиально сможете видеть разницу между вечером до того как я в категории ужимался и прям утром там разница буквально 20 часов и как от финальных он будет позже у нас в виде потрясающий дом крым еще не сняли ждет солнечную погоду чтобы сделать ну если не будет солнце в конце в любом случае с ним тут нет большого зеркала поэтому снимала фоток эти наши селфи ведь хорошеньких но тем интереснее будет видеть нас на сцене все друзья благодарю продолжаем этот ролик я не знаю мы теперь будем качаться качаем мы одно и то же круговые тренировки я не знаю вообще интересно ли вам это напишите вообще на самом деле вам понравился формат садавом бакаровым где я учу рассказываю подсказываю какие-то методологические моменты очень здорово разделились люди на две группы одни люди пишут типа вау про про попробовали супер интересно какой-то новый взгляд чем я всегда объясняю весьма так скажем подробно почему я предлагаю те или иные варианты выполнения очень много людей пробуют отмечают выкладывают благодарят ряд людей скептически относятся к этим моментам хотя естественно я обращаю внимание кто пишет до комментарии я смотрю я ни один ролик не смотрю перед выходом чтобы вы знаете делать все лёша поэтому добывает проскакивают эти моменты которые я бы не хотел чтобы находились в роликах где-то ваша грубовато я выражаюсь иногда эмоционально реагируя на какие-то моменты особенно прошу прощения за мат я в целом не очень часто матерюсь скорее очень плохо чувствую объясню почему матные слова они более простые более емкие и нежели произвести длинную фразу можно один раз ругнуться и всем принципе все понятно да что произошло и общий эмоциональный настрой в целом это конечно не одобряю и прошу прошу извинения тем кого можно коробит слух мат с моей стороны так вот ряд господ пишут не совсем понятный мне лично непонятные не мотивированные комментарии о том что зачем все эти металлогические ухищрения вот на там типа качать базу я просто понимаю ребят понимаю кто вы такие у вас на аватарах ютубе не ваши фотографии не ваши имена я понимаю вы пишите еще очень грубо зачастую это что вам стыдно за себя вы не готовы показать свое лицо не готовы показать свое имя я понимаю чтобы стыдно за вас вашим родителям что не такой говно как вы воспитали откровенно мне очень жаль ваших родителей что вы у них родились вы конченые но я хочу пожелать вы не смотрите эти ролики крестик нажмите угол это очень просто если вам не нравится и неприятно, не мучайте себя, подарите себе шанс. Закройте ролик, забудьте меня, Рому, других блогеров. Забудьте, что вы по сравнению со мной, например, скорее всего, необразованный, нищий, долбоеб. Это неважно. У вас есть шанс жить. Сейчас, если тебя все это бесит, закрой ролик. Нет, всегда слушай, потом закроешь. Иди обними кого-то родного и близкого. Прочти книгу, сделай пробежку, отожмись, проверь свой холодильник, убери из него вредные и лишние продукты. Подумай о своих расходах по жизни. Если ты куришь, избавься от вредных привычек. Посчитай, что ты тратишь деньги. Посчитай какие-то излишние удовольствия, которые себе позволяешь. Обзаведись ежедневником или приложением по контролю своих финансов. Начни откладывать 10% ежемесячного дохода в самые консервативные методы хранения и промножения денег. Больше будь надслужимым в надлежном воздухе. А минимизируй количество нахождения в социальных сетях и на развлекательных порталах Ютуба. Потому что Ютуб неплох, и в целом есть огромное количество очень уважаемых, но и грамотных людей в разных сферах специалистов, которых вы можете слушать и смотреть. Мало того, я не скажу, что нужно такие заумные передачи смотреть. Я считаю, к примеру, какой-нибудь обзор гаджетов помню того же самого Вилсакома. Это весьма развлекательная передача. Верхний телефон схватил, для примера. Но там вы будете слышать хорошую дикцию, хорошую речь, поставленную человеком, грамотно в умного человека, который, ко всему прочему, будет о технических характеристях, о возможностях того или иного оборудования, что, в принципе, может быть и бесполезные, но знания. И где-то они могут вам пригодиться. Тоже касается обзоров машин, если вы любите машины, это очень круто. Есть потрясающие там блогеры, как академик. Я не смотрю. У меня нет времени. Но я знаю, что он есть. И я знаю, что он делает качественно и круто. На мой взгляд, то, что я там урывками когда-то давно видел, я, наверное, знаком с его роликом, когда он делал рейнджовер какой-то старый. Дальше я уже только на выставке в Петербурге два года назад видел, сделанный им Бентли-танк стоял, что-то еще. Это были его проекты. И какой-то огромный грузовик. Даже не знаю, как он называется, что он там творил. Вот. Это касательно того, что с плохих фильмов нужно уходить. Бесящих вас людей не стоит смотреть. Если возле вас курят, а вам это не нравится, не нужно терпеть. Попросите человека отойти. Причем очень важно. Есть два варианта. Чтобы отошли вы сами и попросить человека отойти. Я считаю, что в первую очередь нужно попросить. Потому что это он создает дискомфортное для вас положение. Дымит. Можно использовать электронные сигареты этому человеку. Если я знаю, такие штучки для курения нагреватели, табака, это будет не вызывать дискомфорта у окружающих. Если же он вас выжить, типа, я первый пришел, я покурю, отойдите, не дышите этим, это вредно. Не терпите такие вещи. Не терпите меня, если вам не нравится. Я в любом случае и вам в том числе хочу пожелать крепкого здоровья, светлого разума, саморазвития, берегите себя, близких, развивайтесь. Это будет очень ценно для вас и вообще для будущего всего общества. Ваши вот это абсолютно... Я понимаю желчные комментарии. Даже комментарии про то, что я сказал, что у меня дедушка поляк. Ребята, зачем мне это придумывать? Молодой человек, ты на это как смотришь? Потому что это было в середине ролика, ты же досмотрел ролик 40 минут. Какой же ты придурок, что то, что тебя бесит, ты смотришь 20 минут. Адам Халецкий, мой дед, дворянского рода. Ноубл. Ноубл, да? Так скажем, когда же это правильно перевести? Я не знаю. Хочу, чтобы он это английский поняли, да? Халецкий, правда, очень древний род. По-моему, 1460 год, первое упоминание. Просто видите в Википедию род Халецких. Вы увидите герб, определенные данные, но в Википедии очень мало. Если вам интересно, я могу потом сесть, открыть именно энциклопедическую статью и прочесть вам вообще историю, потому что она очень интересная. Род Халич был в свое время одним из крупнейших, мало тут была крупнейшая армия Восточной Европы. Они победили Литовское княжество, прогнали. Они защищали очень долго земли. Это Гомельщина, вы понимали? Белоруссия, Гомельщина, вот там находилась поместье. До сих пор она стоит, видите, поместье Халецких. Вы увидите очень старое двухэтажное здание. Отдельная история. Когда-то они приняли к себе староверов, бегущих от царя. Икраски при том, староверы присоединились к Халецким и сделала это крупнейшей армией, потому что огромное количество людей. Они отдали один из берегов реки под заселением. В общем, интересная история, на самом деле интересная. поэтому мне не есть о чем придумывать. И вы сказали, что я когда был в Белоруссии, что я говорил о том, что это моя родня. Да, потому что моя бабушка белорусская. И да, поляки, они имеют ко мне определенное отношение. Мой дедушка поляк, и они видят мою фамилию, спрашивают об этом, потому что они знают историю рода, и я говорю, да, это прям мои корни. то, что я не славянской наружности, меня не напрягает. Придумывать, кто я по национальности, не нужно. Моя мама татарка, я безумно горжусь, горжусь этим и этим народом. Побывайте в Казани. Вы видите, как это может быть чисто по сравнению с тем, где возможно вы гордитесь, что вы славянин, а я сомневаюсь. Пишите мне свою фотографию, я вам скажу, что вы не славянин, скорее всего, не русый, скорее всего, у вас карие глаза, вряд ли они у вас. Ведь у славян определенные свои характеристики антропометрические, этнологические, короткая шея, весьма коренастые, широкие плечи. Я таких очень мало людей встречаю. В принципе, наверное, очень мало осталось, у нас очень большие смеси. Поэтому вы, скорее, помесь дворняк и мышление у вас, как у дворняги. Причем такой нехороший, добрый, помоечный такой, забитый сапогами. Да, да, дружище, это вот ты, кто написал про мой род, это ты. И каждому из вас такие вещи пишут под каким-то никнеймом, типа там дракон и так далее с котятами на аватарках. Вы придите, я по всей России езжу, я буду в Тюмени, возможно, я буду в Челябинске, я, возможно, буду в Екатеринбурге, буду в Петербурге, в Москве, и я бывал в Саратове, я бывал в Омске, я бывал, ой, где я только не был в нашей стране, и в Красноярске, только на Дальний Восток не летал. Еще, обязательно мы там встретимся. Вы подойдите ко мне и скажите мне это. И в таком случае я вам гораздо более доходчиво объясню, как стоит жить. Имею ли я на это право? Может быть, нет. Вы можете развернуться и уйти, не слушать меня. Можете послушать. Можете попробовать мне нагрубить или физически меня воспитать. Мы посмотрим, насколько вы такой хлабрый. Ладно, это все лишнее, но зато скоро уже следующий прием пищи, пока я разговаривал. Защищайся. Секретная методика. 10 кубов. Ну, не думайте, что здесь что-то запрещенное. Хотя вру, запрещенная вада. Это мелдранат. Вы много раз слышали от меня, кстати, что мелдранат культуристам не нужен. Я постараюсь вам напомнить, почему. Потому что он блокирует работу L-карнитина. А культуристы хотят, чтобы метаболизировались жирные кислоты. То есть мелдранат блокирует метаболизм жиров и переключает нас на углеводный обмен. И, о чудо, ведь сегодня что происходит? Еще раз скажи про углеводный обмен увеличивается. Конечно, полностью переключает организм на углеводный обмен. Макарохи. Вечериночка. Загрузка. Соответственно, плюсом. у меня сейчас очень сильно тхикердия постоянно и поджимает сердце. Как раз таки плюсы мелдранат у нас ишемию тканей помогает с ней справиться. Вот, кстати, как делать инъекцию в бедро. Кому интересно? Вот таким вот образом. Вот так вот стыкается это дело и как бы пристыкается. Так же, как ягодичка. Верхняя четверть делится на четыре части и вот в эту зону верхнюю четверть в квадридице. Костяшки. А костяшки отмеряете пальцами вот так раз и второй. И вот у вас, укастает вот эта ваша часть вторая пальцами. Она является шарочек. Но дальше все понятно. Нажимаете на плунжер и выдавливается. Давай. Дальше чтобы рассказывать, что нужно. Я уже сказал. Улучшает углеводный обмен. Для меня вопросы компенсации определенной неприятных моментов работы сердца. Поэтому мы собираемся на тренировку. Мы поели углеводы. Мы завтра едим углеводы. Поэтому мелдранат в эти два дня имеет место быть. Остальное время я его не применяю. Никому из ребят его ну если нет проблем и непосредственно прямых показаний к его применению не прописываю. Ну так же перед тренировочкой естественно. Для усиления эффекта вечериночки рейдж, бета-аланин, скрулин, эль-карнитин, аргинин забыл дома. Поэтому без аргинина. все следующий следующий момент мы уже в зале. Ну как Паша так себе Паша круговые тренировочки делаем. Фоткаемся, да, красиво. в зале. Паша 3 подходика и идем к тренеру на тягу штанги в наклоне, а вот тренер, а мы к себе на тягу штанги едем. Я еще, кстати, волосатенький специально, это будет для инстаграма, я такой весь волосатый, когда побреюсь, форма резко улучшится, будем продавать методику. Нормально, 10 кубов милграната, решили покалывание в сердце и даже реально практически нет ощущения тахикардии под нагрузкой, хотя дома, вставая с дивана, я прям чувствовал, меня прям барабанило и потом приходило в норму. Решение принято верно, а сейчас мы идем делать со штангой тягу в наклоне, потому что сегодня у нас есть силы. Решение принято верно. КОНЕЦ КОНЕЦ Я что-то поел, поэтому... Не, подожди, без татуировок надо. А у меня левая рука. Максимально нерабочая. Нерабочая? Ни в каких смыслах. Вообще? Да. Здоровый. Правильно, снимай справа, чтобы я был ближе, а то... А ребята... Полтора и два года назад. Сколько уже прошло времени? Чуть больше, полутора лет назад мы с Ромой начали работать. В те времена я мог вообще выебываться, что у меня верх обходит профессионала. Но время идет... Нихуя не меняется. Хоть я прогрессирую, но прогресс Ромы феноменальный. Но мы даже понимаем, что профессиональный спортсмен, который хоть и много чего делает еще, но спорт, профессиональная его деятельность. Вот. Как-то, где-то. Когда-нибудь обязательно, получив про-карту, буду с Ромкой выступать вместе, чтобы ему плавочки поправить, маслицы поправить. Очень удобно. То есть, максимально заботливый тренер должен стать профессионалом, чтобы быть... Вот. Есть бэкстейдж, где все собираются. А есть, именно, мэйн стейдж, плейс. Это же прямо вот за кулисами, перед выходом. Туда не пускают никого. Ни коучей, ни операторов. То есть, никто не может присутствовать, прямо на месте непосредственно к выходу. Так вот, чтобы присутствовать там, стоит задача получить про-карту. А вообще, ребята, вопрос к вам. Вы поняли, маечки нам вручили здесь, в Федерации Польши. Вы это все уже видели в видео. И возник вопрос. Да, да, мы модные. И брюки, легким движением рук превращаются в элегантные шорты. Так вот. А эти маечки мы попробуем повторить. Ну, реально хорошо сделаны. И давайте так. Какая мне нравится майка больше? Какой фасон? Вот так вот. Вот так вот. Не про форму говорим. Нет, нет. Это именно про одежду. Строительная такая притальная, очень приятная. Вот. Или вот так. Или вот так вот. Это, мне кажется, называется Classic Tank Top. А это называется, не знаю как. Ну, в общем, как-то сделано. Ну, да. Они очень такие подкани прям. В общем, что нравится? Вот такое классичное, культуристичное. Здесь шорты, да, совпали? По стилю очень. Очень хорошо с этими шортами. Я бы вот за это проголосовал. В общем, подумайте, какую модель запустить нам первой. В комментарии пишите. И напишите цвета. Потому что я люблю яркие вещи. А культуристы зачастую черное, либо белое. Либо Визуально скучно. Либо Черно-белое. Вот. Ладно, подход. Нужна ваша помощь. Кстати, все-таки уже под видео есть аккаунт. Называется он Виктори Ге. Экипировка для побед, в общем, переводится это все примерно. Так вот. Именно на этом аккаунте можно начать делать предзаказ одежды. Там есть фотографии моделей. Там есть директ. Не надо потом мне писать в директ, чтобы вам не ответили в директ с аккаунтом. Как бы это не основное направление деятельности. Он только запускается. В общем, обязательно ответят. Не всегда в течение получаса в 3 часа ночи. Уж простите. Так вот. Но аккаунт в описании есть по поводу шмоток. Все вопросы куда? Потому что нам вы пишете очень много. Мы этому очень рады, но мы немножечко... Мы в другом специализируемся. И наши личные аккаунты тоже. Ну да. То есть просто как бы наше время тратить на то, что типа где купить майку не надо. Теперь где купить майку, спросить можно на аккаунте, который продает майки. Подход прямо вот без остановки. Снимаю лучше с боку, пока могу поднять ее. Какие большие блины. У меня очень хороший обученный энергообмен. Теплообмен. И я думаю сильно потеет. У меня голова. Ну вот свойства у всех свои. Ноги текут у них на подмышке. Я вообще обычно весьма сухенький. Я просто так вот с головы стряхиваю. Часто в видосах видите, да? В воду. Последние 3 недели я практически не потел. Вот сейчас первый день, когда вот под нагрузкой пусть, но что-то происходит. Я прям чувствую. Пусть мне до сих пор тяжеловато, но с каждым днем я поправляюсь. Это может случиться чудо. Завтра станет еще лучше. Есть день восстановиться. И в воскресенье впереди соревновательный день. Может к нему еще вернуться силы. Потому что пока реально... Вот я прям откровенно скажу, наверное, не стоит этого стесняться. Боюсь долгих сравнений, потому что голова кружится, когда с дивана встаю. Пару раз на кухне чуть не повело. Ни с того, ни с сего просто. Конечно, я говорил, я буду использовать рыбутамол. Помните, для астматиков такая пшикалка. С ней не легче дышать однозначно. Но вот прям пока на данный момент страшно. Немножко. Пол, в принципе, мягкий и там невысоко. Ну, неприятно и слишком комично это будет. Чувствую что-то не то. Где-то одноглазый, однорухий бандит, который руки перепутал. Кстати, на регистрации, на регистрации, и ребята были хорошие. В любителе. Мы видели. Мы видели. Парочку слегка хороших. Один в классиках был парень. Он повыше меня по ощущениям визуально. Он прям мне понравился. Он узенький немножко по структуре. Но он очень проработанный, мясистый уже, ну, по тренингу. Прям такой, ну, хорош. Однозначно. Прям. Хоть можно сказать, что не видя конкурентов, что тот парень прям реально в своей ростовке прям будет топ. Вот. А этот парень в своей категории будет топ. Ну, топ-8 однозначно. Да. Как минимум. Ну, может кто-нибудь приедет зарегистрируется прям на месте. Как минимум топ-8. Мы знаем, какая странная болезнь. Мы потом к доктору сводим. Не знаю, с прошлого ролика попали кадры или нет. Когда мы делали сжим гантелями. Кадры может попали, но там в одном из подходов я сказал, что чувствую только суставы, связки, что было больно. Ощущения мои. Не врали. И левое плечо у меня действительно прям болит. Сейчас прогрелось, а вот первое движение было больно. Поэтому очень верно, что я на третьем подходе остановился. И не пошел на четвертый. Могло бы закончиться. Ну, не печально, просто болело бы сильнее. Такая дрочка, не тренировка и хуй пойми чего вообще. Не стоит на такие тренировки. Когда задачи заключаются в другом. Вот. Тренироваться в этот период совсем не в кайфе. Фуф. Еще один подходик и пойдем попозируем, наверное, немножко. И... Пойдем. Пойдем. Сегодня у меня читмил. Читмил чем? Правильно. Рисом и рыбкой. Может быть, печень их какие-нибудь овсяные есть. Сейчас поедем в магазин. Прям такие максимально натуральные. Найти. Не по типу того, что вы меня видели в сторисе. У вас с огромным количеством жиров и сахара. Это обычный орел с двойным шоколадом, с двойной начинкой. Ха-ха-ха. Хм. Багет. Огурец. Горчица. Через соус. Говяжец в сиске. Кола без сахара. Пять яичных белочек. Все это смешаю с рисом, с брокколи. И это будет мой. Ласт мил. Может быть, какую-нибудь печенюшку еще съеду. А может быть, и нет. Если честно, если бы тренер не настоял сейчас вот на этом все, я бы уже спал. Он сказал, обязательно нужно покушать. Я обидел. Микоген все-таки усваивается у нас долго. И завтра у него будет еда для состояния, для настроения, для энергетики. Но это уже не наполнит. То, что он сейчас ел сегодня, это его наполняет. Завтра будет и не меньше. Мы не много сегодня ели, потому что из нас надо в вес попасть. Но все-таки сегодняшняя еда, она очень важна в плане формы. Завтрашнее в плане состояния.